Привет друзья! Делаю сегодня блины по-корейски теремгуби. Это блюдо распространено среди корюсарам, этнических корейцев. В самой же Корее такие блины я не видела, но делают по-другому немного. Хочу поделиться своим необычным способом приготовления этих вкуснейших блинчиков от и до. Теремгуби делают из рисовой муки сорта чапсар. Это специальный рис с высокой клейковиной. Рис я хорошо промываю в воде несколько раз. Аккуратно перетираю рис. Промываю рис до прозрачности, набираю столько воды, чтобы рис был полностью погружен в воду и оставляю замачиваться на 6-8 часов или на ночь. Я проверяю рис просто. Беру и перетираю несколько рисинок пальцами в крошку. Если легко крошится, то рис хорошо разбух. У меня вот такой блендер-измельчитель. Всыпаю рис в блендер. Затем наливаю воду один к одному. Я замачивала 300 грамм сухого риса. Воды взяла тоже 300 миллиграмм. Прокручивать нужно до тех пор, пока рисовая масса не станет однородной. Проверяю. Есть небольшие крупинки, поэтому еще раз пробиваю 20-30 секунд. Тесто рисовое должно получиться как на блины обычные, без комочков и крупинок. Так мы добьемся нежнейшего вкуса. Кладу только соль и сахар. Больше ничего не нужно. Ни молока, ни яиц и даже масло. Масло растительное подливаю только при жарке блинов. Перед тем, как набрать блинное тесто половник, обязательно перемешиваем снизу вверх, так как оседает рисовая мука на дно. А жарить нужно как обычные блины. Только в отличие простых блинов, такие блины из рисовой муки впитывают больше масла, а без масла не пойдет совсем. Теренгуби отличаются и вкусом тоже. Края блинов получаются очень хрустящими, а сами блины мягкими и тягучими, как пластилин. Не на вкус, конечно. Обжариваю с двух сторон. Вот так получается очень тонкие блины. Так обжариваю остальные блины. Масло подливаю перед жаркой обязательно. При жарке они обычно сильно раздуваются, приступают характерные пузырьки, но при остывании они сдуваются, к сожалению. Теренгуби жарят до золотистой корочки. Жарятся они очень быстро и на среднем огне. Собираю их по две штуки, чтобы завернуть рулетом. Этой подачей в виде рулетиков и отличаются они от простых блинов, которые можно сложить стопочкой. Но с теренгуби такое не пройдет, так как они очень клейкие, как жвачка, просто прилипнут друг к другу, несмотря на то, что там много масла. Режу ролл на кусочки, чтобы было удобно их цеплять и кушать, как говорится, на один зуб. Режу я обычно пластиковым скребком, так не прилипает, а к ножу обычно прилипает. Теренгуби – большая радость для детей и для пожилых людей. Это блюдо любят все за то, что он тягучий, но не резиновый. Он имеет сладковатый вкус, но не сладкий. Он очень сытный, но его много не съешь. Это хлеб и рис для нас. Это закуска и десерт – все в одном. Универсальное блюдо, несмотря на простые ингредиенты – рис и масло. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Удачи, мира и добра! Пока-пока!